Вы слушаете Радио России Ульяновск. Сегодня 17 декабря. Как всегда, по четвергам с вами Наталья Козина. Здравствуйте. Все время, пока в Законодательном собрании Ульяновской области проходили чтение бюджета на следующий 2021 год, мы подробно рассказывали вам об этой процедуре, в чем депутаты сомневаются, о чем спорят с исполнительной властью. Как известно, бюджет был принят в конце ноября. Сегодня мы подведем итоги вместе с Александром Чепухиным, председателем Комитета по бюджету Законодательного собрания Ульяновской области. Главная цифра нового бюджета – это его доходная часть. Она составляет 71 миллиард рублей. Как собрали доходы, если время, особенно учитывая жесткий весенний локдаун, было не самым благоприятным, спросили мы Александра Чепухина. Время непростое, но, конечно, прилагаются все усилия, чтобы обеспечить доходную часть, за счет которой финансируются все расходы, в том числе и самое важное на сегодняшний день – это здравоохранение. Первый самый весомый источник доходов – это акциз. Их в бюджете порядка 20 миллиардов. Второй источник доходов – это налог на доходы физических лиц, НДФЛ, и налог на прибыль. То есть это вот три самых важных источника. Это было на протяжении последних, наверное, трех-четырех лет. Но ситуация какая? Мы зачастую критиковали доходную часть и приводили аргумент, что НДФЛ – наиболее стабильный источник, налог на прибыль стабильный, а акциза привязана всего к нескольким предприятиям, и это очень рисково. А вот в той ситуации, в которой мы оказались в 2020 году, когда некоторые отрасли экономики встали, когда пошел недобор по налогу на прибыль, у нас единственным самым стабильным источником оказался акциза. И акцизы в таком объеме есть далеко не во всех регионах. Если там Пенза, Мордовия – это по миллиарду рублей в бюджете. Татарстан на сегодняшний день собрал 9 миллиардов, а мы собрали 12 миллиардов. Это товар, произведенный с высокой добавленной стоимостью, который реализуется на всей территории Российской Федерации, но налоги получаем мы. Но под этот товар губернатор изначально правильно расставил все приоритеты и все задачи. Сначала мы развивали сырьевую базу. С 2014 года мы стали развивать переработку сырья, потому что все прекрасно понимают, такой объем зерна, который мы выращиваем, более 2 миллионов тонн, вывезти невозможно. Столько транспорта нет. Максимально нужно перерабатывать зерно на территории. Это пшеница, мука, это гречиха, это ячмень. И именно это сырье и должно использоваться нашими перерабатывающими предприятиями, которые в совокупности дают 20 миллиардов налогов. Это и молочные заводы, это и крупянка, это и мукомольные, это и хлебпром, он тоже является крупным налогоплательщиком. И наши заводы, которые выпускают подакцизную продукцию, они тоже сырьевую базу используют нашего производства в Ульяновской области. Если брать подакцизников, это 13 миллиардов, а если в совокупности взять всю переработку, то есть все отрасли, которые закреплены за Минсельхозом, это 20 миллиардов. Вот из 49 собственных доходов, 20 миллиардов – это сельское хозяйство, переработка. Это стратегический план. На протяжении последних 10 лет. И вот мы увидели колоссальный результат. Если в 2015 году мы получали акцизов 2 миллиарда 900 миллионов, то сейчас мы получаем 13 миллиардов. Это колоссальный рост. И еще раз хочу повторить, не каждый субъект может похвастаться именно этим стабильным источником. И на 2021 год он тоже будет являться самым стабильным источником, в отличие от налога на прибыль НДФЛ, который можно и не добрать. То есть получается, что такой богатый сбор, как мы получаем от акцизов, сегодня заменить больше нечем? Естественно. Поэтому и предприятия, которые являются крупнейшими налогоплательщиками, с ними нужна очень внимательная работа и, конечно, обеспечение сырьевой базой. Поэтому всех очень удивила позиция КПРФ, которая была высказана на принятие бюджета. Давайте мы с поддержки переработки миллиард 600 снимем и раздадим на расходную часть. Но, извините меня, мы не получим тогда 10 миллиардов доходов, и в итоге будет минус 8,4 миллиарда. Но экономику-то нужно знать, ее основу. Хотя бы капитал Карла Маркса нужно почитать. А на что будут израсходованы средства? Во-первых, это здравоохранение. Более 12 миллиардов рублей. Для сравнения могу сказать, в 2005-2006 год на здравоохранение тратилось 2 миллиарда. В следующем году это будет 30 миллиардов. С деньгами территориального фонда обязательного медицинского страхования это будет 30 миллиардов. Это колоссальные деньги. Второй вопрос – эффективность их использования. Конечно, вопросов очень много и очень аккуратно нужно относиться к деньгам, причем заработанным регионом с таким большим трудом, и главврачам, и самому министерству. Потому что деньги огромные, а хотелось бы еще и эффект от них увидеть, и чтобы все наши жители региона увидели этот эффект. Здравоохранение – это первая строка затрат, а вторая и третья? Соцзащита – 12,4 миллиарда, и образование – 12 миллиардов. Причем это не только расходы на зарплату и на содержание образовательных учреждений. Это еще и строительство новых объектов. То есть у нас стройки и планы строительства не останавливаются. Это школы и в Новоспадском районе, это и в Старой Майне. Это вот вчера с губернатором посещали Ермоловку, там тоже в плане строительства. Небольшой школы на 100 мест в этом селе, которая живое, и в котором расположен тоже крупнейший налогоплательщик в сфере сельского хозяйства. То есть все, что было запланировано, так же, как и выкуп школы в Ишевке, которая уже построена, все это будет реализовано. Вода, газ, дороги. 2,9 миллиарда на ЖКХ, то есть у нас все адресные перечни расписаны по всем муниципалитетам. Разрез каждого села мы знаем, какой объект будет ремонтироваться, это и водопроводы. Но по дорогам могу сказать, что это 8 миллиардов. То есть там я просматривал перед тем, как принимать бюджет, все альбомы, которые предоставил министерство. Это и дороги внутри сел, это и межрайонные дороги, ну и, конечно, федеральные трассы. То есть работы будет очень много. Естественно, дорожная отрасль, она за собой двигает и все сопутствующие отрасли. То есть на дорогах тоже очень много связано, так же, как и с производством сырья в сельском хозяйстве. Дефицит 7 миллиардов рублей. Как будем его закрывать? В этом ничего страшного нет. То есть есть региональные бюджеты, где дефицит составляет практически величину самого бюджета. Мы ни за какие параметры Минфина не выходим, не превышаем ничего допустимого. Они покрыты заимствованием. Причем заимствование вполне разумно этой ценной бумаги. Это кредиты сберегательного банка и заимствование из федерального бюджета. А механизм выпуска ценных бумаг оправдал себя? Конечно, это дешевле. Во всяком случае, на 1% дешевле банковских кредитов. Там больше нужно провести работы, но заимствование дешевле. Соответственно, обслуживание долго дешевле. Но это деньги, конечно, они очень необходимы. Потому что мы работаем в тех условиях, в которых мы оказались не по своей воле. Если у нас год назад был бездефицитный бюджет с профицитом, то в 2020 году пришлось идти на заимствование, чтобы опять же направить дополнительные деньги в здравоохранение. Из-за ковида мы многое теряем? Ковид, конечно, федеральный бюджет компенсирует какую-то часть. Но ковид съедает не только расходы. Ковид еще съедает и доходную часть. Налог на прибыль, допустим, мы не добрали 2 миллиарда. Это тоже огромные деньги. А ведь есть регионы, в которых основные источники дохода – это НДФЛ и налог на прибыль. И они обе статьи не добирают. У них нет акцизов. У нас, я говорю, хорошо, что есть эти предприятия и есть акцизы. Ситуация могла быть намного хуже. Между первым и вторым чтениями бюджета были споры между депутатами и правительством. В итоге, каких исправлений вы добились? Единая Россия в законодательстве собрания направила свои предложения в правительство. И от правительства мы получили правки, которые были приняты как раз вместе со вторым чтением бюджета. Это дополнительные 100 миллионов на здравоохранение и поддержка местных инициатив. Программа очень нужная, программа очень полезная. На ней было 55 миллионов. Мы ее увеличили до 100 миллионов в следующем году. Она позволяет, конечно, в быстрые сроки проводить те работы, которые очень необходимы нашим гражданам. Что еще предусмотрено для того, чтобы предприятия заработали на полную мощность? Для многих инвесторов закончился льготный период. Они от нас не ушли? Ну, во-первых, та инвестиционная политика, которая изначально была заложена губернатором, она продолжает работать. Приходят новые предприятия. И мало того, что те предприятия, которые пришли несколько лет назад на территорию Ульяновской области, у них уже заканчиваются периоды налоговых льгот. И мы от них тоже видим миллиарды налогов. То есть скептиков, конечно, было много. Но если бы не было этих льгот, например, не пришел бы Марс, который платит больше миллиарда сейчас бюджет. Не пришел бы Сабмиллер, который тоже платит более трех миллиардов наш бюджет. Не было бы этих предприятий. А сейчас льготы закончились, и, опять же, мы тоже слышали от оппонентов из КПРФ. Вот закончатся льготы, они соберут все стены, увезут оборудование, уедут с нашей территории. Да никто не уехал. Все работают. И зарплата средняя. Если посмотреть, во-первых, они белые, а во-вторых, они начинаются у них от 50 тысяч. И есть некоторые предприятия на промышленной зоне, вот такие, как Марс, например, до 80 средняя зарплата. Достойно. И эти предприятия работают на нашей территории. Каковы планы по привлечению инвесторов в следующем году? Процесс не прекращается. Корпорация развития как работала на привлечении инвесторов, так и работает. Промышленная зона ежегодно пополняется новыми предприятиями. Если говорить о промышленной зоне. И второе, это, конечно, инвестиции в сырьевую базу, в сельское хозяйство. Еще раз хочу повторить, что это огромный генератор финансовых средств. И мы тоже сравниваем с регионами, сколько мы на рубль вложений получаем в итоге денег. Вот смотрите, у нас уровень, если мы вкладываем 3 миллиарда в сельское хозяйство, мы чистыми получаем 20 миллиардов налогов. Неплохо. Наши соседи от Татарстана смотрели, они в сельское хозяйство 7 миллиардов вкладывают. Но, смотрю, по акцизам они до нас не дотягивают. Мы занимаем первое место в Приволжском федеральном округе по абсолютным суммам, полученным в доход бюджета от акцизов. У нас самый эффективно вложенный рубль. И это еще раз хочу повторить, это заслуга губернатора и его инвестиционной политики. Это он направляет. Скептиков всегда очень много, но нужно ждать, нужно смотреть и нужно всегда оценивать результат. Вы слушали интервью с Александром Чепухиным, председателем бюджетного комитета Законодательного собрания Ульяновской области. Мы подвели итоги большой работы депутатов и правительства Ульяновской области по утверждению регионального бюджета на следующий год. Доходная часть бюджета составляет 71 миллиард рублей. Обманутые дольщики. Долгая и горькая тема. Но у нас есть хорошая новость. Ситуация из года в год меняется в лучшую сторону. Принимаются новые законы и новые нормативные документы, которые сводят риск потерять и деньги, и новое жилье к минимуму. Сегодня об этом мы будем говорить с Дмитрием Плохих, директором областного фонда по защите граждан, участвующих в долевом строительстве, и с Русланом Хайровым, членом общественной палаты, руководителем Центра народного контроля в сфере ЖКХ Ульяновской области. Так сколько объектов долгостроя будет достроено в ближайшее время, спросили мы наших собеседников. На сегодняшний день у нас 7 объектов в Ульяновской области являются банкротными. Их застройщики признаны банкротом. Введена процедура конкурсного производства. И вот в их решении проблемы этих обманутых дольщиков задействован так называемый механизм публичного права компании Фонд защиты прав граждан. Это федеральный фонд, который аккумулирует деньги из нескольких источников. И если застройщик становится банкротом, то он имеет возможность, имеет право профинансировать его либо достройку, либо выплатить компенсацию. Вот на сегодняшний день у нас по трем объектам. Это ООО «Тагайская птицефабрика», «Максима» и «Селен». Вот три застройщика, которые стали банкротами. Адреса назовите. Ну это Красноармейская 97, это «Тагайская птицефабрика», ООО «Максима» это «Буинская», ЖК «Молодежный». Самый большой, самый крупный объект у нас. И ЖК «Новая линия», Крульницкого, это застройщик ООО «Селен». Вот по ним Федеральный фонд выделил средства. Да, по ним Федеральный фонд провел наблюдательный совет. И на этом наблюдательном совете под председательством вице-премьера Хуснулина принято решение о достройке этих объектов. Когда начнется строительство? Механизм фонда построен таким образом, что 82% средств, которые необходимы для решения этой проблемы, они выделяются из средств фонда. 18% выделяется из средств регионального бюджета. В нашем региональном бюджете такие средства заложены. И сейчас механизм следующий. Вот после принятия наблюдательным советом такого решения, он должен направить это решение и заявку в региональный бюджет. То есть региональный бюджет перечисляет свои 18%. Федеральный фонд, он аккумулирует эти средства, передает нам, региональному фонду. Мы заявляемся в арбитражный суд. То есть решением арбитражного суда Государственная компания в нашем лице регионального фонда становится застройщиком этого объекта. И мы будем вести его достройку и передавать ключи и дольщикам. Конкретную цифру назовите. Так сколько обманутых дольщиков? Получается, что у нас на сегодняшний день по максимуму это порядка 900 дольщиков. На селении это порядка 108 дольщиков. И на Красноармейской 97 это около 60 семей получит. То есть это чуть больше тысячи. А кто будет достраивать? Уж не те ли кто начинал? Нет, здесь механизм он оговорен в законе. То есть мы будем торговать подрядчиков и генерального подрядчика. То есть по федеральному закону 223. Как общественная палата контролирует эту проблему? Общественная палата региона, и региональный центр общественного контроля, сфере ЖКХ, который я возглавляю, мы очень действительно следим активно за ситуацией. Ситуация на самом деле не узка в плане регионов. Это не только в регионах, в нашем, скажем так, Ульяновской области. Эта проблема возникла. По всей стране такая ситуация. И хотелось бы сказать, наверное, спасибо большое всем дольщикам и по вследствии государственным служащим, да, и депутатам федерального, то есть Государственной думы, которые приняли решение создания такой системы, как Дом РФ. То есть которая позволяет действительно достраивать проблемные дома. Потому что кровью и потом дольщиков долгие годы добивались этой системы, потому что, по сути, учитывая такое большое количество проблемных объектов, достроить силами регионов, это, по сути, было бы нереально. И мы, общественные палаты, конечно же, и Центры общественного контроля, активистами, инициативными группами от проблемных домов отслеживаем реализацию теперь принятых мер, скажем так, на закладательном уровне, на федеральном уровне. Мы стараемся не давать покоя, скажем так, региональным органам власти, да, и достаточно плотно контактируем с региональным фондом. И нас, наверное, немного там даже устали, а может быть даже много. Но, тем не менее, мы не даем спуска в это направление, потому что очень много вопросов на каждом этапе именно по срокам. То есть даже у нас, несмотря на то, что этот фонд появился, он, конечно, новый, и возникает большое количество вопросов по срокам, по определенным моментам. Тоже не просто так вот зашел, как многие дончики думают, и достроил. Там очень много документального обеспечения, документального вот этих сроков. Даже вот просто передать от конкурсного управляющего сейчас Дома РФ на достройку, а потом в региональный фонд. Там очень длительные процессуальные процедуры, которые сроками регламентированы, и они достаточно длинные, и, к сожалению, нельзя вот так вот взять сейчас, зайти на стройку. И вот мы стараемся торопить региональный фонд, мы стараемся мотивировать федеральный фонд, чтобы они не забывали про наш регион и про наши объекты. То есть зачастую переписку ведем с ними очень активно. В общем, стараемся сделать все, чтобы ситуация была в активной стадии и не залеживалась на полке. Обманутые дольщики приходят в общественную палату? Да, все-таки это участники дольщики, это, по сути, обычные граждане, они не являются профессиональными инвесторами на этом рынке, да, и, по сути, не могли знать о такой ситуации. Покупка жилья, это также регулируется, в принципе, законом, как и покупка чего-либо другого. И поэтому государство все-таки помогает. И в общественную палату приходят нам действительно многие представители проблемных объектов и рассказывают каждый раз одну и ту же историю, мы все это знаем, мы мониторим реальную ситуацию. И у многих, просто большинство из них, которые приходят, есть реальные проблемы, которые возникли с продажей своей жилплощади, да, и покупкой этой квартиры, допустим. Там возникают финансовые проблемы, сложности. Это оплата снимаемого жилья, это оплата ипотечного займа. Получается, то есть у многих семей дети растут, так далее. Некоторые покупали своим детям, которые купили, допустим, возможно, другие квартиры. То есть у многих даже такая нужда уже отпала, а многим до сих пор негде жить. И таких ситуаций пришлось услышать многие. И очень тяжело, конечно, такую ситуацию через себя пропускать. Но, тем не менее, мы надеемся, что мы сейчас уже увидели свет в конце тоннеля и уверенно к нему идем. У вас получается диалог? Вас слышат? Скажем так, вот на региональном уровне, да, они ближе и достаточно хорошо слышат. И когда мы добиваемся и вместе решаем какой-то мелкий вопрос, когда, например, очередь федералов, допустим, ответить, к сожалению, видимо, тяжело вот все-таки доносить, допустим, до Дома РФ какие-то определенные ситуации. И мы видим порой, конечно, что и даже сроки иногда нарушаются. Я понимаю, что это все-таки новая структура, это не сработавшаяся еще, возможно, какая-то ситуация. Но бывает такое, что с их стороны затягивание. Я понимаю, что у них там, возможно, сотни объектов по всей стране, и они не успевают просто это делать. Но тут вопрос жизни людей, это их судьбы. И каждый день реально сэкономленный, я думаю, может сыграть роль людей. Дмитрий, а чем еще занимается ваш фонд защиты граждан и участников долевого строительства? У нашего фонда есть самое близкое и самое непосредственное общение со всеми дольщиками. То есть у нас есть группы в Вайбере, есть инициативная группа, вот Руслан одну из них представляет по ЖК «Молодежному». То есть это те люди, которые выстраивают коммуникацию между фондом, властью и дольщиками. То есть у нас это достаточно плотно работает. Аккумулируется это у нас, то есть мы имеем эту информацию, то есть о всех дольщиках, о проблемах, которые там есть. И сейчас вот в этом направлении подключился и муниципалитет, то есть есть горячая линия в муниципалитете, куда люди обращаются. То есть это направление, которое закрывает проблему по детским садам, школам. То есть люди устроили планы, что они будут жить в этом микрорайоне, но не случилось, то есть идет отсрочка сдачи объекта в эксплуатацию, и они не могут поступить в тот детский сад или в ту школу, в которую они планировали. То есть вот этим занимается муниципалитет. Следующее направление, это вот то, о чем говорил Руслан, то есть люди попадают в ситуацию, когда они продали свое собственное жилье, вложили в новостройку и вынуждены жить на съемных квартирах. То есть социальная защита этим занимается, изучает жизненную ситуацию. Если она действительно подтверждается, то есть механизм получения такой помощи. Этим занимается, вот насколько я знаю, соцзащита, потому что мы тоже принимаем участие в этих встречах, и они проходят, комиссии в соцзащите, по-моему, ежемесячно проходят, и там определенное количество людей получает эти выплаты. Кто-то на лечение, кто-то на съем жилья, кто-то на компенсацию каких-то затрат, для того, чтобы поддержать семейный бюджет на достаточном уровне. То есть эта система работает, она, конечно, понятна, что у нас обманутых дольщиков там больше полутора тысяч, и, естественно, они в разной ситуации находятся. Есть такие люди, которые, в основном говоря, пенсионеры с какими-то тяжелыми болезнями и так далее. То есть соцзащита старается через свой механизм им помогать. То есть, насколько у меня информация есть, на сегодняшний день это выплата порядка 70 миллионов уже на сегодняшний день. У нас ведь есть и региональная схема поддержки обманутых дольщиков. Каждому объекту необходим свой индивидуальный подход. В данной ситуации мы говорим, допустим, если про Запад и про дольщики, которые возникли именно от этого застройщика, то эта схема применима. Но, тем не менее, возникают у многих дольщиков большие вопросы. Допустим, дом на Буинской, который ЖК Молодежный, уже там, допустим, с просрочкой по срокам строительства более там 8 лет. И этот дом, допустим, передают в Дом РФ. Соответственно, это более долгие процедуры, и мы понимаем, что через сколько его достроят. А сейчас же, получается, возникла эта проблема, допустим, с Западом. Такая ситуация. Им уже обещают, то есть уже буквально через год, через два эту проблему решить. То есть и многие дольщики, допустим, других более долгих долгостроев возмущаются, не понимают, почему их там дом, который более долго, скажем, не строится и более проблемный, достраивается в последнюю очередь и так далее. Потому что, как раз таки, вот схема разная, и невозможно было к Максиме, невозможно было к ЖК Молодежному применить эту схему. Потому что здесь идет вопрос именно компенсации. То есть по Западу эта схема работает. Вот смотрите, суть любой помощи государственной, она заключается в том, чтобы как можно быстрее достичь результата. То есть результат – это передача ключей дольщикам. А застройщики находятся совершенно в разной экономической ситуации. И вот тот вариант, который на сегодня показал свою эффективность в течение 2020 года, это компенсация части процентной ставки, которую группа компаний «Запад» входит из завода «Эталон». Это завод по производству железобетонных конструкций. Завод построен недавно там, и он для строительства собственника этого объекта применял привлечение кредита сберегательного банка. А закон позволяет компенсировать часть процентной ставки. То есть он создал новый объект, создал новый завод, создал рабочие места. Для этого существует закон, который позволяет компенсировать это. И вот эти средства возможно было выделить для того, чтобы застройщик этот, который тоже завод входит в эту группу компаний за счет этих средств, мог их направить на достройку проблемных объектов. Вот по этому варианту достроены на сегодняшний день уже 8 домов. И до конца года 2020 будет еще 2 дома введено в эксплуатацию. То есть это больше 150 семей получат еще квартиры. Потому что у Запада есть свой завод. А на Буинской нет своих резервов. Если бы у застройщика был свой завод, который он построил, создал рабочие места, почему нет? Возможно. То есть есть и другие варианты. То есть Красноармейская 140, например. Был использован вариант, который задействован в виде закона 100ЗО, так называемого, в Ульяновске. То есть этот закон позволяет застройщику другому, который взял объект для достройки при смене застройщика, получить компенсацию после ввода объекта в эксплуатацию. Либо в виде денег, либо в виде земельного участка. Вот здесь эта схема была использована. Этот вариант был использован. То есть появился новый застройщик. Он достроил объект за счет привлеченных средств. То есть средства даются после ввода объекта в эксплуатацию. Но это как страховка того, что застройщик никуда эти деньги не использует. То есть он привлекает сам, достраивает. После ввода объекта в эксплуатацию он по соглашению с Министерством строительства компенсирует эти затраты. Вот эта схема была там использована. То есть этот вариант. Положительные примеры. Осенью дольщики уже справили новоселье. У нас в этом году был создан объект в эксплуатацию. Это 31-й дом компании «Запад». 32-й дом, 16-й, 41-й, 42-й. Ну, их можно много перечислять. А это у застройщиков, которые не банкрот. К сожалению, банкротные объекты мы только-только приступаем строить. Те объекты, которые были проблемными, в которых задействовался механизм только средств бюджета, без привлечения федерального. То есть это дом на Панорамной, помним, он стоял почти два года. Там были проблемы с инженерными сетями, с канализацией. Нашли вариант, как это сделать. То есть и двухлетний долгострой, который там стоял, там тоже был введен эксплуатацию. Красноармейская 140 – это механизм 100ЗО. То есть вот разные варианты, они используются для того, чтобы решить проблему дольщиков. Ну и последний вариант – это если застройщик стал банкротом. То есть это механизм публичного права компании «Фонд». 82% федеральных средств, 18% региональных и достройка через наш региональный фонд. Вот такие схемы на сегодня есть. Дмитрий Плохих, директор областного фонда по защите граждан, участвующих в долевом строительстве, и Руслан Хайров, член общественной палаты Ульяновской области, руководитель областного центра народного контроля в сфере ЖКХ, рассказали о долгожданных положительных сдвигах в проблеме обманутых дольщиков, которые уже произошли и произойдут в ближайшее время. Сегодня мы познакомимся с краеведом Вячеславом Ильиным. Он один из авторов топонимического справочника-путеводителя по старым улицам города Симбирска. Интересная и местами даже забавная работа. Например, я имею в виду смешные названия старых, еще дореволюционных улиц Симбирска. Вячеслав Хлин по профессии инженер в вычислительной математике. Работает в конструкторском бюро приборостроения. И в работе он такой же точный, я бы сказала, дотошный. Я спрашиваю об улицах, а он просит уточнить. Ведь, как оказалось, старинные понятия улица имеют 15 категорий. Это порядок, это дорога, бульвар, съезд и въезд, тракт и так далее. Ведь раньше светофоров не было, и категории улиц говорили сами за себя. Так почему у старых улиц такие смешные названия? Например, вшивый переулок. Вот, например, переулок Собачий. Это переулок Рылеева. На улице Рылеева, чуть проходишь за хосписом, идет переулок Собачий. Он Рылеевским назывался переулок, Малым Смоленским. Происхождение такое. Некоторые говорили, что собакины жили какие-то. Скорее всего, все-таки это связано с нашими верными друзьями из породы псовых. Бегали собачки. Тем более, недавно я узнал, что Собачий переулок, как неофициальное название, существовал на Володарке. Это в районе стадиона Володарского, улица Пионерская, когда там были бараки. Вот там старожилы сказали, да, там не пройдешь, потому что нужно иметь знакомых собак, чтобы тебя пропустили. Иначе могли покусать. Первый и второй поворот Ленина в Ирыпаевке был. И даже в мемцентре, который исследовал на нашей земле все, что связано с Лениным, Ульяновым, не могли даже знать о существовании таких поворотов в нашей городской топонимии. Почему? Не знаю. Могли бы вообще привлечь за издевательство над Лениным по соответствующей статье в определенное время. Дальше. Вот улица Вшивая. Она была под горье. Она действительно официально на ней имела. Но в публикациях Симбирянин пишет, что священник какой-то Петропавловской церкви шел по Вшивой улице, причем Вшивая с большой буквы, и видел, что действительно сидит дед и давит в шею на крылечки. То есть условие жизни породило это название. А вот, например, на Тутях был такой Вшивый рукав. Почему Вшивый? Да там, как мне объяснили, старожилы. Сейчас вообще никто не будет знать, что это такое. Был самострой. Такой рукав ответвлялся от улицы или от Южной, или от Водопроводной. Такой путанный. И выходил к Сивияге. Говорят, как жили там вшивота всякое. Сброд. Бомжи и так далее. Не очень обеспеченные люди. Появился вшивый рукав. Есть, например, интересные названия, связанные с аббревиатурами. В Кендяковке был колхоз ГПУ. Был переулок ГПУ. Несмотря на страшное название, может, кого-то вдохновляло жить на переулке ГПУ. А на верхней террасе в послевоенное время была улица. Никогда вы не подумайте, что такая улица может быть. Улица конного обоза. Потому что конный двор был. Там солхозы, МТС. Улицы МТС были. Первая, вторая, третья. Сейчас сохранились одна из них. Была улица конный обоз. Ну и еще одна смешная улица, которая называлась мыльный порядок. За каждой этих названием стоит своя история. И здесь, тем более, она криминальная. Эта улица находилась между часовней и канавой. Почему? Это был застроен домами, в которых жили или вохры, или какие-то начальники Володарского завода. Воровали мыло. Дефицит был. А мыло использовалось как эмульсия в патронном производстве. Значит, они воровали мыло хозяйственное, торговали. Наверное, построили дома. Многих посадили. Но памяти в Сарожилу остался мыльный порядок. А что вас удивило, когда вы работали над справочником? Название улиц, социальные принадлежности, кто там жил? Удивила разность подходов советское и дореволюционное время. Если до 1917 года все было естественно, и за каждым названием может даже незнакомый с происхождением определить, что улица Петропавловская или Смоленская, они связаны с церквями, или с какими-то там особенностями этой местности, Подгорная, или Волжская, Приволжская и так далее, то дальше это соответствовало или истории этой улицы местности, или жителей, какие жили там. То после 1917 года у меня появилось это все наименование, это сплошная политика, конъюнктура, вызванная общей неграмотностью и революционным энтузиазмом, прикрываемая классовым подходом и интернационализмом. В результате этого мы имеем улицы деятелей мирового рабочего движения, которые вызывают раздражение и неприятие даже у людей среднего возраста, не говоря уже о людях старшего поколения, которые, может быть, даже озлоблены на советскую власть, или верующие, или еще какие-то. Ну, у каждого свое оправдание своей позиции. Но Роза Люксембург, Марата, Робеспьера, там Карла Липник, там Карла Марса и все прочее, они до сих пор вызывают неприятие у некоторых. Но в этом случае просто рубить топором и менять, ну, поменяли вот убогое переименование улицы Карла Марса в дворцовую части. Вы что, здоровья не хватило или смелости, чтобы переименовать всю улицу в дворцовую? Но где дворец? Где губернаторский дворец, по имени которого была названа эта улица? Или дворец Версаль будет новым дворцом? И в этом случае надо осторожно проходить переименованию, исключению тех названий, с которыми существовали 75 лет и с которыми связано это. Я не спорю, какое отношение имеет Карл Липник к нам или Роза Люксембург. Но прочитав о жизнедеятельности Розы Люксембург, я могу снять шляпу перед ее памятью, потому что ее жизнедеятельность, ее позиция, она более последовательна и активна, и честна. Поэтому, когда я собирал вот эти названия улиц, кто там жил, у меня выработалось стойкое неприятие в принципах и в практике присвоения современным названиям улицы, сравнивая не из-за того, что мне нравится или не нравится, а сравнивая с методами и принципами прошлых лет, скорее всего, дореволюционных. Сегодня вечером в 19.20 передача с краеведом Вячеславом Ильиным прозвучит полностью. Начало в 19.20. Не пропустите, будет интересно. И завершает нашу передачу архивная запись из научного наследия ученый-фитотерапевта Зинаиды Крабцовой. Доставайте лук и чеснок. В это время года это просто золотые овощи и коренья. Аленький цветочек. Настало время еще раз поговорить о луке и чесноке, наших постоянных помощников в борьбе с гриппом и ОРЗ. Но помогают они только тогда, когда используют их правильно. Начнем с лука. Сортов его много, и все они лекарственные. Зеленая часть и луковицы содержат много лекарственных веществ, особенно витаминов. Но главное, что нам надо сейчас, это фитонциды. Вот их-то и можно потерять, если неправильно использовать ту же самую луковицу. Дело в том, что фитонциды, убивающие на лету микробов, также быстро уходят и из луковицы. Конечно, надо обязательно ежедневно вводить в меню лук и чеснок. Но имеющиеся в них фитонциды действуют только в момент применения. Они хорошо продезинфицируют дыхательные пути, и на этом их действие закончатся. Зато все витамины и другие полезные вещества вступают в свои права. А чтобы они принесли пользу, надо во время массовых заболеваний носить с собой луковицу. Время от времени делать соскоб и вздыхать глубоко терпкий запах. Он очистит слизистую носа, горло и бронхов. Но это будет недолго. Через некоторое время действие надо повторить. Если есть реальная угроза заражения, то хорошо бы откусить небольшой кусочек от луковицы и пожевать, также глубоко дезинфицируя нос и горло. Поверьте, если делать это тщательно, не ленясь, то угроза гриппа вас минует. Но стоит только остановиться, не вдыхать фитонциды, то лук будет бессилен против напора множества болезнетворных микробов, которые сделают свое черное дело. Чеснок также действует, как и лук. Но кроме того, он чистит сосуды, понижает кровяное давление, увеличивает силу сердечных сокращений. Так что лук и чеснок сейчас наши самые лучшие друзья. Вот и все. Эту передачу для вас подготовила Наталья Югозна. Спасибо за внимание. Берегите себя. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok